Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава послания к Колосиным, тяжелого, сложного послания, продолжает тему, которая была в первой главе, богословие Павла, причем богословие, которое связано с его личным отношением к Колосиным, но у него не было, может быть, глубоких контактов с этой общиной, но Колоси не как представители новых христиан, христиан из числа язычников. Хочу, чтобы вы знали, какой поединок мне приходится вести ради вас и тех, кто в Лаудикии. Лаудикии – еще один город, к которому он, кстати, тоже писал послание, но в Новый Завет не вошло, и его оригинальный текст до нас не дошел. Да и всех, с кем я еще не встречался лицом к лицу, да, вот еще одно подтверждение, что он не был в Колосах, чтобы ободрились их сердца, соединившись в любви ради изобильного и полного понимания, ради познания тайны Бога и Отца, и Христа. В нем заключены все сокровища мудрости и познания. Ну, вот такая очень торжественная риторика, немножко туманная, но дальше он переходит уже к этим отношениям. Может, именно потому, что он в Колосах не был, он и неуверенно с ними себя держит и говорит больше об общих вещах? «Я говорю это, чтобы никто вас не переубедил своими рассуждениями, хотя плотью я не у вас, но духом я с вами, и с радостью взираю на ваш слаженный строй и на твердость вашей веры во Христа». Если он все время так их хвалит, зачем, собственно, писать послание такое длинное? Может быть, надо покороче как-то было? Вот с теми, с кем он был на коротке, филиппийцами, например, или галатами, или коринфянами, он с ними разговаривает действительно гораздо короче, но Колоси, они ему не очень известные, они, очевидно, нуждаются в том, чтобы вот как-то это подробно расписать все, чтобы ему нужно было похвалить их и дать вот какие-то такие торжественные формулировки, чтобы как-то включить их вот в этот процесс общения. С теми, с кем он ближе, он может быстрее переходить к собственным делам. «Вы приняли Христа Иисуса как Господа, так следуйте за Ним. Пусть в нем будут ваши корни и ваши основания, пусть сила вам придаст вера, которой вы были научены, и пусть вас переполняет благодарность. Смотрите, как бы кто ни принял вас пустыми и лживыми умствованиями, опираясь на человеческие предания, на стихии этого мира вместо Христа». Стихия этого мира, вот каждый раз, когда он заговорит о стихиях, ну, то есть элементы вода, воздух, солнце, огонь и так далее, он имеет в виду некий материальный мир и религию, которая сосредоточена на материальных вещах. Прежде всего, иудаизм с его пищевыми ограничениями и какими-то ритуальными особенностями. Стихия этого мира вместо Христа, да, то есть нечто материальное вместо веры во Христа, в котором в нем телесно обитает вся полнота божества. Вот тоже очень интересная формулировка, которая в последующем богословии будет называться иначе, как-то во Христе обитает полнота божества, но вот для Павла действительно Христос, он не дает формулировок, там, единородный, единосущный, это потом появится в никейском богословии. Но для Павла Христос тот, кто являет в мире Бога. И вы наполнены им, он, глава всякого начала и власти. То есть у вас это уже есть. И вот тут, только тут, после такой длинной череды похвал и сложных богословских формул, он переходит, собственно, к полемике с противниками. В нем и вы были обрезаны, но не рукотворным обрезанием. Христово обрезание избавило вас от греховного плотского тела. Обрезание, обычаи, идущие от Ветхого Завета, ну, действия с мужчинами, которые совершались, и, соответственно, было знаком того, что они состоят в союзе с Богом, что они принадлежат к избранному народу. И вот здесь он говорит, да и вы это же прошли, но не телесно. На вас этот знак соединения с Богом через Христа. При крещении, вот тот момент, который аналогичен Ветхозаветному обрезанию, при крещении вы были погребены вместе с ним, вместе с ним вы и воскресли по своей вере. Это действие совершил Бог, воскресивший из мертвых и Христа. Вы были мертвы по своим преступлениям, а плоть ваша была не обрезана, но Бог воскресил вас вместе с ним, прощая вам все преступления. Он перечеркнул обвинительный список, составленный против вас предписаниями закона, и уничтожил его, пригвоздив ко кресту. Вот образ. Вы мертвы, потому что вы казнены, вы преступники. Против вас есть список преступлений. И вот Христос своей смертью его перечеркивает, пригвождает его ко кресту, то есть своим собственным телом он уничтожает это наказание. Так он обезоружил начало и власти, выставив их на позор, как пленников на своем триумфе. Здесь, очевидно, имеются в виду некие ангельские силы, и немножко странно, что он их обезоружил, выставил на позор. Может быть, имеется в виду злые духи, которые так или иначе господствуют, но Павел часто прибегает к этому образу. Начало властей, которые бессильны по отношению ко Христу, которые вторичны по отношению к Нему, и, вероятно, это тоже такая полемика с людьми, которые служат ангелам, которые почитают их, и это и сегодня существует. А в древности это было еще очень широко распространено. Вот, соответственно, люди, которые общаются с высшим миром через посредничество неких духовных сущностей, они упускают самое главное, они упускают того, кто эти сущности все подчинил себе. А если идет речь об этих сущностях, то очень просто так же можно и начать вкладывать большое значение, придавать большое значение всяким ритуальным правилам Ветхого Завета, что он обсуждает дальше. «Пусть не будет никому из вас осуждения за то, что пьете и едите, отмечаете ли праздники на Волонии и Субботы». Ну, вот эти правила Ветхого Заветного Закона. Все это лишь тень того, что должно было прийти, тело Христово. Тень, то есть некий прообраз, нечто такое, что не является еще самим главным событием, но указывает на него. «Пусть не укоряет вас никто из «смиренно мудрых» почитателей ангелов», то есть тех, кто стремятся какую-то мудрость и смирение найти в этом служении духовным силам. «Их занимает то, чего они не видели, и так их плотский ум впустую превозносится, но лишены они главы, которая придает единство всему телу, составленному из разных частей и связок, чтобы ему достигать того роста, которого желает Бог». Вот здесь образ церкви как тело, составленному из разнообразных частей, как и церковь состоит из разных людей. И еще обращаем внимание, что вот эти люди, которые служат ангелам, оказывается лишены главы. То есть, ну вот, если порубить тело на куски и голову отрубить, то, конечно, тело жить не будет. И вот вроде бы тоже какая-то своя духовность, какая-то своя религия, но Христа в этой духовности нет. И получается просто кусок мяса, да, бесполезный и довольно неприятный. Но церковь как единое тело, обладая этим главой, этой главой Христом, соответственно, придает смысл и придает возможность жизни тому, из чего тело состоит. И если начинать углубляться вот в эту ангелологию, да, там, какие существуют духовные сущности, как можно с ними взаимодействовать, какие святые там от чего помогают, но при этом отсутствует вот самое главное, то, собственно говоря, и живого тела нет, а есть лишь куски. Если вы умерли вместе со Христом и избавились от стихи этого мира, что же вам теперь следует правилам тех, кто живет по-мирскому? Не касайся, не пробуй, не трогай. Все это человеческие установления, учения про то, что потребляется и исчезает. Мудреные слова о добровольном служении, смиренно-мудрые телесном воздержании. Только все это ни к чему, плотская это присыщенность. Можно перевести немножко иначе. Не поможет обуздать присыщенную плоть. Там не очень понятно, то ли присыщенность телесная, то ли наоборот попытки обуздать телесную присыщенность, которые ни к чему не приводят. Но в любом случае он говорит, смотрите, вот есть всевозможные эти правила этого заветного закона, что есть, чего не есть, что трогать, чего не трогать. И вот это все исчезает. Это все некоторые фантазии, некие мудреные слова о каком-то служении, но это ни к чему, потому что это в любом случае касается телесной жизни. Либо попыток обуздать плоти, это никак не получается, потому что она свое берет. Либо, наоборот, такая попытка оправдать телесное невоздержание. Это даже не очень важно. Важно то, что религия, которая сосредотачивается на телесных вещах, забывает о Христе, она, в общем, утрачивает нечто самое главное. Вот об этом Павел так цветисто пишет во второй главе послания к Колоссинам, которое мы читали для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok